Итак, начнем уроки Кокотеева. Что я могу сказать? Вы у меня на сайте. Пожалуйста, проявите к сыну Зари, то есть ко мне, уважение, терпение, ибо воздастся всем, и каждому будет по делам его. Когда я пришел в интернет, понимаете, я очень люблю роботов, то есть телефоны, аппаратуру, компьютеры. Вы просто не понимаете, я, если не забуду, я вам прокомментирую, кто такие компьютеры. Поверьте мне, да. Итак, эта тема называется «Революция». Хотя начиналось все даже до самого Наполеона. Но я попробую вам слегка объяснить, что это такое, как и с чем это едят. Вот, если люди умные, смотрите это видео. Просто ради набросков понабирайте в интернете, почитайте. Значит, начало Наполеона. И цифры будут постоянно, короче, у вас 18, короче, 22, 13. Масонские цифры, да. 18 это три шестерки, 6 и 3, 18. 666. 17-й год. Сейчас вот, сейчас 17-й год, столица дня революции, еще не дата в дате. Но цифры будут одни и те же, короче. Так вот, смысл-то в чем? Я хочу еще добавить потом про Ватикан, что это банк Великобритании. Вообще Великобритания такая странная штука, короче. Посмотрите, вот возьмите фотографию Бафомета, да. У него будет внизу полумесяц, короче, в виде Японии. И вверху полумесяц в виде Великобритании. И у нас Америка английская колония, понимаете. И вот пальцы, вот пальцы близнецы видели башни, которые были взорваны в 2001 году. Также полоски на них находятся, понимаете. Так вот, что я могу сказать. До революции, понимаете, у них было не все так уж и просто. У Великобритании, понимаете, вот этот заговор даже не масонов, понимаете. Ведь у нас основные масоны же, они же франк-масон, то есть они живут во Франции. Придется уходить еще и к тамплиерам. И когда тамплиеры поняли, что Папа Римский, то есть Ватикан, они антихристы и занимаются педофилией, короче. И там кости в подвалах, понимаете, в катакомбах в этих находят сотни трупов, скелетов. Они начали, короче, оскорблять, понимаете, моих любимых тамплиеров. Я мужчина, и они мужчины, понимаете. Они не были гомосексуалистами, и ихний бог не был бы Афамед, поверьте мне. Я вам потом в конце намекну, как это называется, и что это такое. То есть другие мира, понимаете, и параллельные вселенные. То есть смысл был такой. Власть над миром, понимаете, была у каждого короля и у королевы. Это было и в Ватикане с помощью Библии. Но это же контроль, то есть сбор денег, понимаете. Но смысл-то в чем? Великобритания, понимаете. Возьмите Википедию Великобритании. Наберите и посмотрите, что к чему. Как Колумб открыл Америку. И подарил ее Великобритании. Я это в кино еще видел, когда смотрел фильм, что Колумб открыл Америку. Великобритания была такая бедная, там у нее были затруднения. И как бы этого Колумба, как бы приняли Кристофер Колумб. Ну, проще говоря, скажу так. В общем, у Франции не было денег. Политики делали так, чтобы политики, допустим, Великобритании, того же, допустим, Ватикана, откуда педофилия. Вы не смотрите на те вещи и тех людей, которые работают с верой. Вы не забывайте, что они не боги, и Бог им прав таких не давал. Это такие же люди, такие же люди, как и вы. Никогда не возвышайте президента выше себя. Это такой же человек, понимаете. Чем больше вы будете их возвышать, тем будете себе же делать хуже. Понимаете? И так далее. Приведу, к примеру, похороны Сталина, как его хоронили, понимаете, да? В том плане, что люди там рыдали, там все, чуть ли не конец света у них произошел, понимаете? То есть людям так вынушили вот этими выступлениями. А что такое выступление? Это же психология. То есть намекну, где у нас в России-то с 17-го года шизофрению-то лечат, там ее и перевивают, понимаете? Потом включают массовые усилители, и эта вся шизофрения идет на всю планету. Вначале они использовали телевидение, потом дали интернет, много порно. Много порно, знаете, почему в интернете? Чтобы все думали, что вы свободные люди там, понимаете? А тем или другим методами вас просто изучают, понимаете? Смысл-то в чем? И на самом деле за вами идет контроль, тотальный контроль. Потому что кто дает это, все телевидение контролирует, понимаете? И даже интернет, это всего лишь сыр в мышеловке, понимаете? Там хуже, чем педофилы, понимаете? Это голимый вампиризм, вы просто не представляете. И то, что вам показывают, там, какую-то рощу, там, с собой, там, и клоунов, вот этих ротшфельдов, допустим, какая-то была вечеринка, это ерунда. Ротшфельд никто, королева Елизавета никто, это всего лишь пешки, понимаете? И кони на шахматной доске. Настоящая тема уходит вообще в другой мир, в другое измерение. И приведу вам пример, как зажигается где-то в Иерусалиме, в Израиле, какой-то огонь сам по себе. Я вижу зажигалку, я надавлю на кнопку, зажигается огонь, понимаете? Другого я не представляю. То есть, это все намерки, понимаете, что есть другой мир, Божий мир. И Библия почему-то двухсмысленная. Встань на колени, дитя мое, я отпущу тебе грехи. Вы понимаете смысл второй вообще? Встань, дитя мое, то есть, ребенок, на колени, я тебе, девочки, отпущу грехи. Вы понимаете второй смысл сатанический, чем и куда? И что отпустит он ей туда? Понимаете смысл в чем? Или, допустим, и принесли Богу в жертву ягненка. А вы с чего взяли, что не ребенка? Так вот, вот такие вещи вам никто ни по телевизору, в интернете никогда не расскажет. Даже за революцию, что сейчас я расскажу от Наполеона до Гитлера, всю настоящую историю, никогда вы в интернете не найдете подобного. Никто просто, кроме меня, не осмелится на такой поступок. Ни одно телевидение, понимаете? Даже потом будут выставлять бредом, но в каждом бреду есть доля правды, как и в каждой шутке есть, понимаете? И так далее. То есть, есть сказка, есть еще и присказка. Так вот, смысл, это краткое объяснение, вот мое лично вот такое. Я уходил до Наполеона от Гитлера, понимаете? Начал я общаться с перестройки, с даты своего рождения, что я родился 12.06.1981 года, короче, в 6 часов утра. И потом увидел у себя, обнаружил магию глаз, око, это Люцифера, как бы в интернете я понял так, аппаратура цифровая, что Люцифер, люди, цифры сферы, Люцифер, понимаете? Сын Зари, Сын Божий. И Иисус, понимаете, тоже спустился вас сюда, чтобы страдать за грехи человечества. И я стал понимать, что если я Иисус, око, Люцифер, я понял, что Люцифер и Иисус это один и тот же человек. А все остальное, это вам скажут, а миллионы лет, миллиарды лет в планете, с чего вы взяли, вы были там в прошлом, вас там не было, понимаете? То есть татаро-монгольского ига не было. Я тоже его искал, начал это все еще с перестройки выходить, углубляться, углубляться в прошлое. Я искал с перестройки от начала, понимаете? Понял, кто такой Горбачев, и вообще все понял, и понял, что татаро-монгольского ига нет. И я заметил, когда я влаживаю в интернет какую-то запись, понимаете, я потом замечаю, что появляются другие записи, подтверждающие мое мнение, понимаете, и мою правоту об истории человечества. Так вот, начнем с самым интересным. Франция пошла с подачи в Великобританию, понимаете? Есть такой Лондон, понимаете? И так далее. Лондон, а вы вот слышали такое слово, есть Гондон, то есть Гондон. Так вот, смысл-то в чем? Если здесь символики, это тоже не случайность, по идее, это презерватив, но так-то Гондон, то есть Гондон, понимаете? Так вот, этот, короче, Гондон, понимаете, то есть Лондон, он начал там мутить это в своих этих прекрасных замках и дворцах, где процветал сифилис и гонорея, короче, где свои фекалии выплескивали на улице и кричали «Никто не идет мимо!» и выплескивали из тазов свои опорожнения, как в каком-то веке-то придумали первые туалеты, я не помню. Но то, что они все были первобытные и отношение было, понимаете, очень плохое, о чем даже говорит сам фильм «Парфюмер», как его рожали, понимаете, на рыбной лавке. Так вот, продолжу еще раз и начну свой рассказ. Начнется у меня с того, что Великобритания отдала силы Франции, пообещав, что она захватит Россию и что в итоге все по деле. Но вы понимаете, цель Великобритании была завладеть миром и Ватикан, и он и банк, а Библия гласит, что будет Великий Армагеддон, а им нужен золотой миллиард, а нас восемь. Значит, они хотят в итоге на днях убить еще семь. Понимаете, хуль, я делаю подтверждение, с чего начинаю. А начиная я с того, что я сам начал понимать и хочу объяснить вам. Франция пошла от Великобритании с Наполеона. Кто такой Наполеон? Наполеон, понимаете, это по идее Альфонс, там была такая бабушка королева, короче, да, и Наполеон ее начал потрахивать, потому что у нее умер муж, короче, да, и нашла она в Наполеоне такого мужчину, доверила ему, короче, свое войско, и Франция пошла на Россию. Смысл в чем? Французы не дураки, но кто-то там, в Великобритании, был умнее их, понимаете. И французы как бы воевали-воевали, понимаете, погибали в первую очередь французы, потому что Россия сильная. Погибали французы, погибали русские. Понимаете? Тогда еще у Великобритании не было такого контроля шпионов в России. У нее близко Европа, то есть Германия, понимаете, и Франция. В итоге, короче, там этот 18-й год, там и так далее, понимаете, 12-18, что-то такое там, но... Я просто не хочу углубляться в Википедии, я и так все понимаю. И вы увидите цифры 13, 18, 12, 22, понимаете, 6, 666, что 18. И смысл в чем? Французы проиграли, им и надо было Великобритании, чтобы французы проиграли, понимаете. Смысл был такой, чтобы захватить, понимаете, планету. Где, когда во Франции погибали люди? Великобритания с помощью той же Германии и других стран внедряла во Францию тех, кто погибал. И там еще между делом убивали таких, которые не угодно Великобритании единому мировому порядку и правительству. Вначале они покорили, короче, Францию и нанесли большой ущерб России. Затем, после этого ущерба, понимаете, в России, ну, кратко говоря, пришла революция. Наберите, пожалуйста, фотографию Бафомет, фото Бафомет, вы увидите такого козла с женской грудью, короче, с копытами, да. У него такой-то жезл, не знаю, что имеется, подразумевается, ввиду, суть не в этом. До чего я дошел, там козьей головы быть не должно, человек сидит на планете, короче, по идее человек, и копыт тоже. Но кто-то все это переделал, но если вам рассказывают, что татаро-монгольское игое было, вы что хотели вообще от Бафомета? То есть, исходя из этого, понимаем, что тамплиеры поклонялись Люциферу, богу Зари, воплотить человеческой, видимо, с крыльями. Точно, никакого Бафомета там и в помине не было, хули. Это потом уже их обосрали и выставили гомосексуалистами, и стали гомосексуализм внедрять в масонство, чтобы опустить это общество. Что вы понимаете, смысл-то вообще пидорасы и порядочный человек, есть разница, огромная хули. Гомосек та же баба, даже хуже, понимаете, да. Психология слабая, можно легко надавить, он будет делать как ты хочешь, правильно? Шестерка, семерка в колоде карт. Так, смысл, в чем приходит революция, в общем. Ну что, Буденовки видели, да, и Бафомет, посмотрите на Буденовку и на Бафомета, символика, символика Бафомета. То есть, Бафомет где родился? В царстве лжи и обмана, то есть, сатана. Люцифер, то есть, я к сатане ничего общего не имею. Я люблю Германию, люблю Америку, люблю Японию, Китай и Францию, ну, в принципе, тоже люблю. И Украина чем-то отдает, и мы друг другу симпатизируем. Но ничего общего у нас с Россией нет, сколько живу, русским себя ни разу не считал. Но был вынужден, видимо, по подобию, по сказанию Божьему, понимаете, прийти к вам. И вот я здесь. И смысл в чем? Пришла революция. Ну, что они сделали, когда захватили и убили царя? Если даже сама Буденовка, это символика Бафомета, вы понимаете, как были изнасилованы вначале девочки царя, а потом убиты. Вплоть до мальчика и закопаны в канаве, которую потом нашли, понимаете? Это было жертвоприношение, понимаете? Бафомету, якобы, понимаете? То есть тому тут козу и так далее. То есть захватили революцию страну. Ну, что сделали в первую очередь? Нужны были что? Драгоценный металл, алмазы, понимаете? Сырье. И даже корона на данный момент не является подлинной. Это высококачественная подделка, понимаете? Высококачественная. И почему ее по городам и возят, понимаете? По Челябинску, по там еще где-то. Что если кто-то дойдет до кого-то, что это подделка, они будут сваливать. А мы ее, типа, показывали и отправляли на выставки. Видимо, кто-то подменил, понимаете? И продал за границу. Запросто, понимаете? То есть и знал бы, да к соломке постелил. У них все продумано. У нас правительства в России нет уже сто лет, понимаете? В итоге пришла революция. Все вывезли, понимаете? Золото, алмазы, бриллианты, короче. Ну, что дальше скажу? Люди стали догадываться, что люди-то копают золото. Добывают, добывают, добывают. Работают, работают. Это же все неприкосновенные запасы России. А раз мы склад-то, короче, пустой. Два, три, четыре, пять составов золотом. Золотом уходит куда? В Европу, правильно? Ведь у нас в Великобритании железной дороги нет, правильно? То есть смысл-то в чем? Революция это была с подачей, как бы, Германии от Великобритании. То есть Германия в революции и Франция, в принципе-то, уже как покоренная после Наполеона, была еще и франкмасоны, понимаете? Они были за эти страны заинтересованы. То есть у нас неприкосновенный запас русский, это все российское золото по сей день находится где? В Европе. Они сделали 41-й год, 45-й. Четыре года шла эта кровавая война. 50 миллионов трупов. Франция, видимо, она не поняла фишку-то, что ее тоже поработили. Ну а куда деваться-то? Власти меняются, правильно? Есть, понимаете, и тайная революция, и общество тайное. А самое тайное общество только может быть у гомосексуалистов, понимаете? Если разобраться, потому что это стыдно и страшно позорно для человека, который, допустим, живет в семье и работает, допустим, где-то в правительстве. Ну вот смысл-то в чем? У них вербуют гомосексуализмом, убийствами, взятками, как минимум и так далее. Все это, вся эта тема, как революция, все войны в правительстве, все построено от Великобритании на крови. На крови детей, людей, мужиков, женщин, жен и стариков, понимаете? Вот. Прошел 41-45 год, это было 4 года, символика 4, фашистский крест, символика Windows 4 квадрат, символика окно Windows 10 в виде креста тоже квадрат 4, понимаете? Смысл-то в чем? Даже крест по зодиаку тоже 4, зима, весна, лето, осень, понимаете? Вот что такое крест-то, вообще это зодиакальная тема-то, понимаете? Гитлер, Геббельс, Гетте и Гиммлер, это чушь и бред, это всего лишь, как бы сказать, это шутка. Ну смысл-то в чем? Короче, вот вам Наполеон, вот вам, пожалуйста, революция, вот вам Гитлер. Ну а что там родился я в 81-м году, меня нашли еще в детстве, стали перевивать шизофрению. Ну где у нас Юрьевича, там и перевивали. Вы не забывайте, что есть другие мира, тайные там и так далее. Тайные, астральные, анальные, оральные. Вы не забывайте, что это так. И Комитет 300 тоже дает о себе знать. 300 спартанцев, Комитет 300, понимаете? Смысл-то в чем? Я не буду углубляться, мне кажется, вам достаточно, да? Не знаю, попробую найти под это видео на сайт, что вы что-то сделаете в этом роде. Так вот, добавлю, добавлю то, что если вы будете, допустим, искать в интернете что-то о революции, вам скажут, да, ее сделала Великобритания, потому что я заявил это еще лет 5 назад, короче. Да, Великобритания, ему не спорю. Но потом пришел Сталин, Ленин, все исправили. И нас сто лет наебывают, понимаете? Нам ебут голову, жопу, блядь, это уже во все щели, уже нас выебли, короче, уже сто лет, понимаете? У нас праздник скоро будет, понимаете, и так далее, в октябре, да? Так вот, смысл-то в чем? Вы будете искать в интернете, но как и голливудские фильмы, там правды будет 5%, название будет правды, да, революция пришла с Великобританией. За Наполеона не речь, франк-масоны в силе, они шестерки этого комитета, там полно гомосексуалистов. Я признаю только таких людей, как иллюминаты, но вы никогда их не увидите, понимаете? Есть такие люди умные, типа меня, они иллюминаты. А те, которые продают там треугольнички, понимаете, и остальное с глазиком, это бред и чушь. Так вот, в интернете вы ничего подобного никогда не увидите, не найдете. Только вот здесь у меня на сайте, понимаете, мое видео. Почему мне прививают шизофрению, понимаете? Чтобы ее потом вам показывать, а в определенные, понимаете, моменты, и внушать вам, что я идиот. Вот и все. Я гений, и понимаете, у каждого гения есть побочный эффект, называется шизофрения. У меня перечислены на сайте десятка самых-самых от Эйнштейна, понимаете, и так далее. Так что тут нечего сомневаться. И выборы в России, и в Америке. А Америка-то почему помогла так в 45-м-то году, понимаете? Потому что уже Германию разбили всю, Великобритания по плану, и Россию 50 миллионов трупов. И Америка-то помогла уже типа как английская колония, что типа Сталин-то, типа что Англия помогла. Потому что Америка это английская колония. И башни, близнецы были, думаете, почему взорваны? И поставлен потом Барака Обама, потому что Америка хотела оторваться от Великобритании. Ей надоел этот, понимаете, террор. Они взорвали башни-близнецы, ударили по Пентагону, свалили на каких-то первобытных Аль-Каиду. Аль-Каиды такой мафии не существует. Это была какая-то группировка по продаже вообще оружия. И смысл-то в чем? Они поставили на колени страну Америку, это же Англия, потому что это английская колония. И в 45-м году почему Америка ей помогла, это тоже было с подачи Великобритании. У них смысл в Великобритании прост. Они ставят человека посередине и толкают его, понимаете, от себя к друг дружке и обратно, понимаете. Ты иди туда, он тебе говорит, иди обратно, и справду ты не найдешь и не увидишь. Или берут тебя за руку, раскручивают вокруг своей оси, и они же ставят тебе подножки. И эти невидимые люди, понимаете. И смысл-то в чем? Скайнет. Что такое Скайнет? Я не знаю, как называется тот компьютер. Но он в каждой стране. И в России для России, и в Германии для Германии, и во Франции для Франции. И в Китае был внутренний интернет только для Китая, понимаете. Это зомбировка. Зомбировка. Вся зомбировка, все секреты, они находятся где? У психологов. В институтах психологии, понимаете. И кому-то как-то работают так, понимаете. Облучение идет из телевизора такое, что вы не понимаете происходящего. Вы не можете этого понять. Но даже когда вы поймете, вашу реакцию будут затормаживать облучением, понимаете. И смысл-то в чем? Вы меня просите, извините. Иоанн не называет меня антихристом. Иоанн называет меня зверем, понимаете. И смысл-то в чем? Вас спасет только Армагеддон. Вас спасет как минимум, когда вы уничтожите Великобританию. Больше ничего. Понимаете. Больше ничего. И когда вы люди сами возьмете за свой ум и разум. Вам никто, кроме меня, вот допустим, не сможет помочь. А просто некому. Меня боятся, потому что я Люцифер. Меня боятся, потому что я забираю покойные души после смерти к себе в обитель Божью. И они все люди-то смертные, понимаете. Боятся им нечего, кроме меня. Некого им нечего. Только я могу остановить беспредел, апокалипсис и даже сам Армагеддон. А с другой стороны, если я ничего не смогу, Библия предсказывает вам еще и конец света. А как бы вы просто поступили на моем месте?